Всем привет! Хочу рассказать вам о своем приобретении для автомобиля Senior Collection Sports Автомобиль 2008 года выпуска Автомобиль первого поколения Речь пойдет об автомагнитоле китайского производства магнитола Amedia Производитель данный автомагнитол фирмы MKD Наверное немногие знают о том что данная платформа Amedia используется для производства автомагнитол многих автомобилей Стоимость данного автомагнитола составила 280 долларов США была куплена на распродаже 11 ноября 2016 года Срок доставки составил примерно 3 недели Если вас заинтересует данный автомагнитол автомагнитола вы сможете приобрести по ссылке которую я оставлю в описании к данному ролику Первая ссылка у меня будет на ознакомительную часть на сайт ФОПДА Там вы можете посмотреть скриншоты ознакомиться с описанием данного автомагнитола Но если вас уже дальше заинтересует я оставлю вторую ссылку Это ссылка на магазин МКД Где вы сможете Более попрыгнуться некуда приобрести данный автомобиль Расскажу коротко сразу об установке данного автомагнитола Устанавливается данный автомагнитола на стандартные салазки автомобиля Если они конечно у вас были Но данные салазки необходимо будет доработать Если у вас имеется старая двухдневная автомагнитола Не снимайте пока салазки Необходимо будет измерить при помощи штанги циркуля или линейки Расстояние точек крепления автомагнитолы до точек на лицевой панели Точки на лицевой панели Это ее выступы, края То есть где сможете замерить Записывайте размеры Все это фиксируйте Сразу берите несколько точек И тогда ваша автомагнитола станет без каких-либо щелей за под лицо Для удобства рекомендую использовать двухсторонний скотч Наклеивайте сначала скотч на новую автомагнитолу Затем примеряйте салазки Наклеивайте салазки и смотрите Какие у вас получается расстояние Всего вам надо вымерить Две позиции С каждой стороны по две позиции Отверстие на автомагнитоле восемь штук На каждой стороне крепления всего четыре штуки Поэтому Ущите, что у вас ограниченное число крепления И будьте к тому, что данная автомагнитола может спокойно одеваться на четырех винтах Ну Как видите, что данная автомагнитола установил без каких-либо искажений Вот Установил я ее с первого раза То есть я ничего не вытачивал Затем У меня все встал за под лицо Не хвастаюсь Но тем не менее Это просто сделано Из-за того, что я все высчитывал Коротко расскажу о внешнем виде Вот С левой стороны вы видите Кнопки быстрого вызова Программ Рядом с кнопками Рядом с кнопками Расположено Отверстие для микрофона То есть Данный Микрофон используется для Голосовой связи Если вы Подключите Телефон То данная автомагнитола Можно использовать В качестве громкости Данный Микрофон Ниже Видно Отверстие Для приема Сигнала Культа Вот И ручка Отправления Громкостью И включения Автомагнитола Скажу честно Что данная ручка Используется Для включения Автомагнитола Только для Горячего запаха То есть Ключ Находит Ключ Зажигания Находится В положении Оф То есть Вы Вы Запустите Автомагнитол Не сможете Если вы Переставите На положение Аккумулятора Либо Вон То Данный Автомагнитол Сверху Расположена Дисковод Для Дисков Дисковод Книж Расположена Кнопка Резет Она Спрятана Под Лицевую часть Оставим Только Отверстие Ну и Теперь О слабом месте Это Заглушка Видите Что Форму Заглушки Она Предназначена Для Скрытия От Глаз SD-карт И Разъем Аук Из Минусов Разъем У меня Отсутствует Разъем Аук Из Мне Он Не Нужен Тем Немен Если вам понадобится Обратите Внимание Он Просто Не Распаян То есть Плата Разъем Сам Распаян Используется 2 SD-карты Одна Для Хранения Карта Другая Для Хранения Всего Остального Смысл Конечно Двух Картов Никакой Одна Карта Шла Вместе С Автомагнитолой Продавец Мне Любезно Предоставил Поэтому Будете Покупать Обратите На это Внимание Сейчас Запустим Автомагнитолу Посмотрим Как она работает Видите Что Идет Запуск Автомагнитолы Появилась Соответствующая Производитель Автомобиля То есть Удачное Решение Сразу Из Плюсов Подсветка В данной Автомагнитоле Видите Желтая Подсветка Вот Если Включить Свет Видно Что Желтого Цвета Очень красиво Получилось Оригинально Оригинально Так Ну Кратких Характеристиках Магнитолы Операционная система Как видно Видно Было Выглепов Андроид Видите На экране Что Используется Версия Андроид 5.1.1 Разрешение Видео Разрешение Видео Максимально 1080 Точек Используется Агрессивная Развертка Внутренний Носитель NAND 16 ГБ Процессор Используется Cortex Процессор РК 3188 Частотой 1.6 ГГц 4 ядра Азу Всего 1 ГБ Мне кажется Достаточно Для работы Приложения Что еще Ну Использую Демкостной Сенсорный Экран Вот Так же Есть система Смена Заставки Которую Вы Видео Поддержка Кнопок Кнопок Дистанционного управления На руле автомобиля Немножко Расскажу То есть В меню Эта Функция Выведена Нажимаете Настраиваете Кнопок У меня кнопок Всего Настроена 7 Поскольку На рулевом колесе У меня Всего 7 Которые Можно настроить Я покажу Вот Восьмая Восьмая Кнопка Не поддаются Настройки Я ее Нажимаю Видимо Кнопка Для связи Соответственно В данном Меню Вы Делаете Сброс Затем Нажимаете Каждую кнопку Настраиваете Функцию Что еще Графический процессор Используется Мали 400 МК4 Имеется Поддержка 3G 4G Модемов С Обратной Стороны Автомагнитолог Автомагнитолог Когда вы будете ставить Обратите внимание На том Что имеется Провода Один из проводов Помечен Как 3G Соответственно Туда Можно будет Вставлять Модемы Также Имеется Встроенный Wi-Fi адаптер Стандартно 82.11 Вот видите То есть Адаптеры Можно включить Вот Соответственно Можно Подключаться При помощи USB Модемов И Wi-Fi Встроенного Модема К интернету Также Имеется GPS Приемник Для работы Навигации E-Blocks G6010 ST Разрешение Экрана Разрешение Экрана 1024 на 600 точек Встроенный Микрофон И поддержка Внешнего Микрофона Также Имеется Поддержка USB Камер Стандартной UVC Поддержка AV камер Аналогов Камер В системе Встроено 3 USB Порта Типа хвост Дополнительно Можете Подключать Флэш-носители Всего Доступно 4 флэш-носители USB 4 Теперь Главном экране Подробно Расскажу Вам То есть Вы видите Что Экран состоит из Виджета И Кнопок Программ Которые Туда Вылили Кнопка Сех Программ То есть Можно Посмотреть Какие программы Предустановлены Вот Дополнительно Я сюда Установил HOPGRIVE И HOPGRIVE Работает Протоколом Данном Автомобиле Без проблем А программа Терку Которая Стояла Стояла Она Не Работает Не Стоять Проблема В Протоколе Используем Программа Терку Она Не Программа Navitel Всем Известна Поставить Она Работает Здесь Программа Сиджик Мне не пригодилась Поэтому Обратите внимание Здесь Также есть Play Market Можете настроить Выключить Запись И Плеймаркет И Скачивать Необходимы Вам Программа Теперь О самом Главном Для чего Все это Приобреталось Это Конечно же Музыка Программа Музыки Программа 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 Поддержит MP3 Теги Вот И Считывает Картинки С MP3 Файлов Видите Что Переключение Переключение Между Реками Очень Быстро Происходит Достаточно Быстро Все Работает Также Дополнение К музыке Имеется Видео Радио Можете Все это Радио Используюсь Ну вот Радио Немножко Подробнее Расскажу Радио С поддержкой РДС Переключением Перед Используем радио Необходимо Настроить То есть Допустим Поиск Радио Достаточно Хорошее Стандартное Радио Мне не устраивало Стандартная Комплектация Проблемы Были Прием Некоторых Каналов Принимались Искажениями Искажения Очень сильно Не устраивали Ну и то что Идет Поиск Радиостанции Дорожное 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 Радио Здесь Принимается МСРДС Поэтому Обратите внимание На все это Настройка Как видно Идет Нормальным Ходом То есть Количество Канала Достаточно Большое Можно Сохранить Видно Что Найдено 18 Радиостанции Качество Приема Достаточно Хорошее Добавлю Громкость Можно Послушать Самое главное В автомагнитоле Это появились Наконец-то Басы У Радио Басов В предыдущей Автомагнитоле Не было Для радио Ну и теперь Видео Как видите Видео Достаточно Хорошего Качества Переключение Между Видеофайлами Происходит Достаточно Быстро То есть Никаких Задержек Нет Ну По Мимо Всего Для меломанов Имеется Эквалайзер С Предустановленными Пресетами Можно Будет Выбрать Нужный Вам Пресет Звучание И Слушать Музыку Как Он Будет Как Душе Будет Угодно А Также Имеется Кнопка Изменения Позиции Звука В Автомобиле Но Видно Что У меня Звук Только На передних Сидениях На задних Сидениях Либо Которые Я оставлю В описании К данному Ролику Удачи Всем И Приятных Покупок Спасибо Удачи Удачи